Привет, друзья! В эфире еженедельный дайджест IT-портала GESIT.com. Именно здесь обитают все самые интересные новости и слухи мира хай-тек, которые произошли за период с 25 июня по 1 июля. Во второй половине текущего года компания Intel планирует выпустить новую линейку процессоров, но пока о них известно очень мало. В частности, сообщается о трёх моделях – шестиядерном, шестипоточном Core i5-9600K, шестиядерном, двенадцатипоточном Core i7-9700K и восьмиядерном, шестнадцатипоточном Core i9-9900K. Из их названия становится понятно, что это тройка топовых CPU из каждой серии. AK-индекс указывает на разблокированный множитель и возможность разгона. В целом же Intel явно намерена восстановить паритет по количеству ядер с линейкой AMD Ryzen 2. Дата релиза этих новинок пока не сообщается. В одном из немецких магазинов засветился топовый процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X. Эта тридцатидвухъядерная модель является флагманом второго поколения, которая построена на базе 12-нанометровой технологии. Её базовая частота составляет 3,4 ГГц, а динамическая может подниматься до 4. При этом тепловой пакет новинки достигает 250 Вт, а ценник немногим превышает 1500 евро. Да, это серьёзная сумма, но всё познаётся в сравнении. Например, стоимость 16-ядерного Ryzen Threadripper 1950X равна 780 евро. А за флагманский 18-ядерный Core i9 7980XE Extreme Edition просят 2350 евро. Интересно будет проследить за конкуренцией в этом сегменте, для которого Intel также готовит новые многоядерные модели. Компания Qualcomm выпустила тройку мобильных процессоров. Они должны обеспечить повышенный уровень мощности, большее время автономности и улучшенную поддержку ИИ-алгоритмов новым мобильным устройствам. Наиболее производительной из представленных новинок является модель Qualcomm Snapdragon 632. Она построена на базе 14-нанометровой технологии с применением 8-ми ядер Creo 250, работающих на частоте 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 506. Также новинка обеспечивает поддержку 24-мегапиксельной камеры, запись 4К видео и работу экранов с разрешением Full HD+. Первое устройство с использованием новых процессоров появится во второй половине текущего года. В сети появилась информация о том, что Intel решила отказаться от создания нового чипсета Z390, а вместо этого переименует нынешний флагман Z370. Главной причиной такого шага стали проблемы с освоением 10-нанометрового техпроцесса, из-за которых Intel вынуждена создавать новые CPU и платы на 14-нанометровых линиях. Но производственных мощностей для этих компонентов не хватает, поэтому и сообщалось о приостановке выпуска моделей на H310. В итоге Intel вынуждена отказаться от использования 14-нанометрового дизайна в Z390, а вместо этого будет использовать 22-нанометровый техпроцесс, как в чипсете Z370. При этом новинка лишится встроенной поддержки портов USB 3.1 Gen.2 и технологии Intel Wireless AC, но все также сможет работать с новыми восьмиядерными процессорами. Если эта информация подтвердится, то отставка генерального директора Брайана Кржанича предстанет уже в совсем другом свете. Компания Micron с гордостью сообщила о начале массового производства микросхем GDDR6 памяти. Все они будут использоваться в составе видеокарт нового поколения, игровых консолях, различных сферах промышленности и для ускорения систем глубинного обучения. На данный момент Micron предлагает 5 готовых образцов и еще 2 находятся на стадии тестирования. Их объем равен 1 гигабайту, а скорость находится в диапазоне от 10 до 14 гигабит в секунду. Несколько партий микросхем уже отправлены партнером, поэтому в скором времени на полках магазинов появится первое устройство на их основе. Авторитетное IT-издание DigiTimes со ссылкой на свои источники сообщает о существенном падении цен на видеокарты. Майнинговая лихорадка прекратилась так же внезапно, как и началась. В итоге на складах по всему миру остались нереализованными несколько миллионов адаптеров. Убытки терпят даже производители ASIC-майнеров и чипов для них. Вторым важным моментом является активизация рынка БУ, которой в полной мере наполняют майнеры, решившие завязать с добычей криптовалют. И в соответствии с законами рыночной экономики, уже в июле нас ожидает падение цен на 20%. Пользователь Reddit под ником Dustin Brooks опубликовал возможное фото инженерного образца новой видеокарты от компании NVIDIA. В глаза сразу бросается мощный блок VRM, охлаждаемый четырьмя вентиляторами, и три восьмиконтактных коннектора PCIe. К сожалению, место под графический процессор пустует, но предположительно там должен быть чип NVIDIA GV102. А вокруг можно рассмотреть 12 микросхем памяти формата GDDR6 общим объемом 12 гигабайт производства Micron. Они работают на скорости 14 гигабит в секунду, и при 384-битной шине пропускная способность достигает 672 гигабайт в секунду, что на 20% больше, чем у флагманов текущего поколения. Остальные характеристики новинки пока остались за кадром. Ситуация вокруг возможного дебюта новых видеокарт от NVIDIA становится все более запутанной. Так, официальный представитель компании Lenovo в общении с прессой случайно проболтался о том, что следующая линейка десктопных ускорителей все же будет носить название 11 серии. Таким образом, флагманом станет GeForce GTX 1180, а не GTX 2080. Также он сообщил, что модельный ряд игровых ПК Lenovo Legion Cube получит обновление в виде упомянутых адаптеров уже этой осенью. И следующая новость продолжает эту тему. Похоже, многострадальный релиз новых видеокарт от NVIDIA таки не за горами. Как многие знают, изначальная компания планировала выступить на тему нового поколения GPU в рамках симпозиума Hot Chips, но впоследствии отменила свое участие ради презентации на выставке Gamescom 2018. Более того, она отправила приглашение для прессы на это мероприятие. Получается, что компания, которая не является разработчиком или создателем игр, оплачивает поездки журналистам лишь для того, чтобы поговорить об играх. Выглядит не совсем логично, и наверняка за этим скрывается что-то большее. К тому же, версия с презентацией видеокарт отлично стыкуется с планами Lenovo. Внимательный анализ нового Linux-драйвера для видеокарт AMD позволил заметить упоминание интерфейса PCI-Express 4.0. По сравнению с текущей версией, он обладает удвоенной пропускной способностью, равной 16 гигатранзакциям в секунду. Первыми поддержку нового разъема получат видеокарты на базе графического ядра AMD Vega 20. Напомним, речь идет о 7-нанометровом GPU, который оснащен четырьмя стейками HBM2 памяти общим объемом 32 гигабайта. Ну а массовое распространение нового интерфейса стоит ожидать вместе с дебютом 7-нанометровых процессоров AMD Ryzen и материнских плат для них. SD Association анонсировала новый стандарт карт памяти SD Express. Он позволит хранить гораздо больше информации и существенно нарастить скорость передачи данных. Благодаря поддержке интерфейса PCI-Express 3.0 новинки смогут передавать информацию на скорости до 985 Мбайт в секунду. А интеграция протокола NVMe 1.3 улучшит механизм доступа к данным и обеспечит поддержку новых технологий. Также сообщается о повышении объема, который увеличится с 2 до 128 ТБ. На рынке новые SD-карты будут представлены в трех вариантах и всех их можно будет использовать с более старыми хост-устройствами. Правда, в таком случае скоростные показатели будут ограничены. Сами новинки нацелены на использование в разных сферах – от видеосъемки до автопромышленности. Представлен новый среднепроизводительный смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro. Он построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625 и будет иметь максимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. 5,8-дюймовый экран новинки соотношением сторон 19 к 9 закрыт 2,5D стеклом. Основная камера может похвастать наличием двух качественных сенсоров от Sony и Samsung. Работает аппарат под управлением Android 8.1 с фирменной настройкой MIUI 10, а его цена стартует с отметки 156 долларов. Немецкий инженер Филип Френцель создал любопытный чехол, способный защитить смартфоны от падений. Для этого разработчик оснастил небольшой футляр демпферами в виде ножек по углам. В сложенном состоянии они незаметны, но только датчики фиксируют падение устройства, элементы раскрываются и выполняют роль амортизаторов. Потом ножки можно снова сложить и дальше использовать. Изобретатель уже подал заявку на патент и даже создал футболку с логотипом своего детища. Осталось дождаться данный продукт на Kickstarter и начало его серийного производства. Компания Razer представила пару весьма интересных клавиатур из серии Huntsman. Обе используют фирменные оптомеханические переключатели, в конструкции которых применяется инфракрасный луч света для более точной фиксации нажатия клавиш. Также новинки могут похвастать подсветкой Razer Chrome, полностью программируемыми кнопками с возможностью записи макросов на лету и поддержкой удобного фирменного ПО Razer Synapse 3. В продажу они поступят по цене 150 и 200 долларов. Итак, с новостями мы разобрались. Самое время заглянуть в комментарии, поставить лайк или от души прожать всеми любимый колокольчик. А мы пока расскажем о работе нашего авторского цеха. В понедельник был представлен обзор материнской платы Asus Prime B360M-K. При средней цене порядка 85 долларов она выступает в роли одного из самых доступных решений формата MicroTX от Asus на чипсете Intel B360. Помимо этого, к ее достоинствам можно отнести поддержку интерфейсов USB 3.1 Gen 2, одного порта M.2 и двух видеовыходов. Особенно хорошо данная модель подойдет для компактных корпусов, ведь производитель смог уменьшить ширину печатной платы до 185 мм. Днем позже мы опубликовали результаты тестирования клавиатуры Cooler Master CK550. В первую очередь она отличается пускай не уникальным, но очень симпатичным дизайном. Верхняя панель из алюминия не только повышает прочность, но и хорошо скрывает отпечатки пальцев. Кроме того, нас порадовала красочная RGB-подсветка каждой клавиши, возможность настройки на лету и наличие фирменного ПО. Ну а стоимость новинки – это одно из ее весомых преимуществ над конкурентами. В среду у нас на сайте появился обзор материнской платы ROG Strix H370F Gaming. Основанная на свежем чипсете среднего уровня, она станет отличной базой для сборки игрового ПК с одной видеокартой и процессором без разгона. В ее арсенале вы найдете флагманский звук, сетевой контроллер от Intel, поддержку интерфейсов USB 3.1 Gen 2 и пару слотов M.2. К приятным бонусам также можно отнести стильный дизайн, усиленный разъем для видеокарты и радиатор охлаждения M.2 накопителя. В пятницу был представлен обзор SSD-накопителя E-Pacer Panther AS340 объемом 480 ГБ. Эта модель вполне заслуживает звания рабочей лошадки. Среди ее главных особенностей выделим приятный дизайн, алюминиевый корпус и высокую скорость чтения больших блоков данных. Еще отметим грамотно настроенную технологию SLC-каширования. После заполнения буфера во время записи скорость падает до вполне разумных 250 МБ в секунду, против 70 у конкурентных аналогов. А подвести итоги недели мы решили обзором флагманского процессора AMD Ryzen 7 2700X. Именно AMD неожиданно для многих первая ставила позади 14-нанометровую технологию в сегменте десктопных CPU, перейдя на более тонкий техпроцесс. Вместе с оптимизацией и некоторыми доработками, это позволило повысить производительность в номинальном режиме, как в синтетике, так и в играх. Ну а обладатели мощных кулеров также получат приятный бонус благодаря улучшенной технологии XFR. Но на этом всё, друзья. Такие новости и обзоры были представлены у нас на сайте на прошедшей неделе. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин